Кто-то ходит в тренажерный зал, покупает дорогие машины и заводит для многих подруг. Понятие успешности у всех свое. Но, как говорится, встречают по одежке. Пальто также есть в наличии, облегченное. Мужчина будет выглядеть довольно-таки привлекательно. Создавать свою моду мужчины начали еще в 20-х прошлого столетия. Рабочую одежду сменили, пиджаки, пальто, шляпы, зауженные брюки, которые сейчас так популярны среди молодежи. Именно с тех времен классический крой стараются подогнать под себя. Очень сильно ушиваем. Выполняем очень много разных операций. Запонки, галстуки, ремни, подтяжки. Отставать от моды не про современных мужчин. Полный образ собираем, как бы все предпочтения учитываем. У нас мужчины бывают настолько привередливые, что получше женщины. Меня совсем не волнует. Еще бы. Такая ореха. Нам нужны красивые мужья. Сезон весна-лето в тренде клача. Очки, укороченные брюки и сандалии. Как покорить женское сердце, думает мировая индустрия красоты. То, что внешность имеет значение, подтверждают и казанские девушки. Пиджаки, галстук, брюки. Ухоженность. И я думаю, это главное. Внешность важна. Каждый, безусловно, из нас смотрит сначала на внешность. В погоне за модой, говорят женщины, мужчины иногда сильно увлекаются. Ведь для привлечения внимания нужно совсем немного быть опрятным. Небрежность. Грязные волосы, ногти, обувь. Борода, как мочала, сейчас это прямо-то с полной невозможно терпеть. А все остальное, в общем-то, если умные глаза, можно потерпеть, наверное, даже пятна на куртке. Насчет бороды. Ну, у меня сын бородатый мальчик. Поэтому приемлю с радостью. Мне вообще все равно на других мужчин меня мой только интересует. Идеального типажа, считают опрошенной, не существует. Для каждой это свой личный кумир. Неважно, с пивным животом, залысиной или с накачанным торсом и татуировкой. Тот, с кем она будет чувствовать себя счастливой. По углу, по делам надо мужчин встречать. Добрым должен быть, чтобы защищал. Анна Городнова, Рамзель Гарипов, Марат Сыгараев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова